Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Это у нас такой завтрак, хотя для меня это уже не завтрак. Я пришла с работы, увидела вот эту вот поляну. Просто была в шоке. Какая же у меня мама умничка просто. Я не собиралась снимать видео, вот на полном серьезе вам это говорю. Мама просто решила что-то приготовить мне, чтобы я покушала. Я подумала, как это можно не показать. Вы просто посмотрите, какая яичница. Она просто идеальная. У меня мама немножко, знаете, эстет. Она любит, когда все красиво. И когда подает еду, она любит, чтобы это было красиво. Я сегодня в платье. Платье я одеваю крайне редко. Сегодня получилось столько комплиментов. Уже все, вся обляпалась. Обалденная просто яичница. В меру соленая. Просто я как-то неаккуратно ее беру. Здесь мои любимые брокколи. Рецепт, как правильно варить брокколи, вы можете найти в инфобоксе. Обязательно заглядывайте. Подсела просто на брокколи. Особенно хорошо брокколи идут с сырным соусом. У меня вообще все идет с сырным соусом, поэтому не удивляйтесь. Я просто все кушаю с сырным соусом. Один раз, когда я снимала видео с Киевсе, я забыла включить микрофон. Представляете, там вообще ничего не слышно. Потом начала монтировать, смотрю, что ничего не слышно. И думаю, может удалить видео. Я потом думаю, да ладно, выложила. Особо никто и не заметил. Так вот, сегодня я чуть не забыла включить микрофон. У нас на работе у одного сотрудника жена беременна. Они ждали этого ребенка 8 лет. Представляете, 8 лет. Все-таки чудо, оно существует. И нужно верить. И он нам конфеты раздавал. Мне, кстати, дал 4 конфетки. Говорит, я знаю, ты одной конфеткой не наешься. Ммм. Я очень люблю сочетание фастфуда и просто вот домашней какой-то еды. Вот тогда я получаю особый кайп. Я желаю всем мечты, чтобы они у вас сбылись. Потому что, когда у человека сбываются мечты, и он действительно счастлив, он делает и счастливыми окружающих. Это круто. Самый часто задаваемый вопрос у меня в комментариях. Как я столько ем и не поправляюсь. Нужно просто раскрыть карты и рассказать вам. В общем, суть заключается в том, что у меня очень хороший обмен веществ. Здесь никакого волшебства нет. Все мы разные, все мы люди. И мне просто повезло в этом плане. Сказать, что я прям спортом занимаюсь, не знаю. Только на видео кушаю. Такого нету. Я не могу себе отказывать в еде. Евгений, я могу снять и три, и четыре мукбанка. Чем больше мукбанков я сниму, тем счастливее я себя чувствую, если честно. У меня мама, например, склонна к полноте. А тетя и папа нет. Мне, например, все спрашивают у моего отца, что вот ты столько ешь, куда тетю девается. Сказать, что папа супер худой, нет. Он худой в меру. Но просто он много ест, и как бы это все растворяется. Единственный мой спорт. Я каждое утро просыпаюсь и спускаюсь по лестнице и поднимаюсь. Раньше я бегала, просто сейчас на улице, знаете, такая погода, слякоть. Вот сейчас на улице, да, время всего 2 часа дня, да, получается. А такое ощущение, что время где-то, наверное, 6, потому что на улице туман, такая пасмурная погода, весь день был дождик. Вот, и поэтому в такую погоду побегать не получается. Поэтому я спускаюсь по лестнице вниз и поднимаюсь, потом принимаю душ и быстренько иду на работу. Это я делаю не для того, чтобы похудеть. Господи. Не для того, чтобы похудеть, а просто улучшить свою фигуру. Мне очень нравится, когда у девушки накачаны ноги. Но то, что я делаю, этим особо, знаете, как-то не накачаешься. Ну, просто. Вот я лично люблю и пешком походить. Пару остановок, например, могу и пешком пойти. Не обязательно мне, например, садиться на автобус или на метро. Когда мне всегда говорят, что, например, вам нужно поехать туда-туда-туда, хотя вам нужно поменять два транспорта. Я всегда говорю, а что нельзя на одном транспорте? Ой, там, говорит, идти минут 15-20. Я думаю, о, отлично, я пойду пешком. Господи, как это вкусно. Господи, как это вкусно. Брокколи вообще обалденные. Я люблю, когда брокколи немножко жесткие. Прям кайф. Мама любит, когда они немножко побольше пожаренные, пожаренные, отваренные. А я нет. Вот это прям самое то. Давайте, поотвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Если вы не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Ссылочка будет в инфобоксе. Расскажи, пожалуйста, про свой первый макияж. Начнем с того, что я всю жизнь люблю косметику. То есть это началось прям с детства. Началось с маминой косметики. И вот закончилось тем, что я скупаю вообще очень много всяких тенюшек, не знаю, хайлайтеров. И это просто мне дает какие-то счастливые эмоции, так скажем. Краситься я начала достаточно рано. Я не жалею об этом абсолютно. Если у меня будет дочка, и она где-то лет в 14, в 13 захочет краситься, я не буду против. Пусть красится. Я не вижу в макияже ничего плохого. Главное, чтобы, не знаю, не курила, не пила, там, не знаю, какой-то хренью не страдала. Пусть красится. Что здесь такого? Все равно ребенок должен чем-то увлекаться. Если он будет увлекаться макияжем, замечательно. Мне повезло с родителями. А мама была не против того, чтобы я красилась. Началось все с просто каких-то блесков для губ. А потом мама мне даже купила палетку теней. Какую-то супер дешевую. Но тогда, знаете, столько марок не было. Вот в переходе, что нашли, то и купили. Как же это вкусно. Я рано краситься начала. И что, я стала плохим человеком? Или у меня как-то испортилась кожа? Нет? Все замечательно. Пользовалась какими-то розовыми тенями. Красилась и шла в школу. Мне кажется, то, что я счастливый человек, в большей степени зависит от мамы. То есть, мама давала возможность развиваться. Какие-то идеи. Всегда поддерживала. Вот я когда решила завести канал на ютюбе, моя мама сказала, я думаю, что у тебя получится, сними видео. Посмотрим. Мама всегда верила. И это очень важно. Когда родители не поддерживают. Например, ребенок хочет стать блогером. А родители говорят, да нет, зачем тебе это надо? Должна быть какая-нибудь серьезная профессия. Что это за занятие вообще? Сегодня популярность есть, завтра нет. Уди, сиди, уроки учи. Вот когда в нас убивает это желание что-то делать, это очень плохо. Мне повезло с родителями. Мои родители всегда меня поддерживали. Всегда прислушивались. И даже сейчас вот. Маме очень нравятся мукбанки, которые я снимаю. Хотя это вообще не ее формат. То есть, я раньше вообще не любила такие видео. не понимала, как можно смотреть на то, как кто-то ест. А сейчас с удовольствием. Особый любитель вообще мукбанков. Это мой брат. Он еще обожает просто. Я давненько смотрю на мукбанков. Мукбанки. Заляпалась вся прям. Невозможно. Я очень люблю яичницу. Особенно глазок. Особенно с деревенскими яйцами. Посмотрите. Вот точно-точно такое же видео у меня уже есть, по-моему, на канале. Снимала я его, наверное, месяц где-то назад. Ну, там, по-моему, без брокколи было. Там было, по-моему, с маслинами. Если я не ошибаюсь, я точно не помню. Просто столько видео. Так много снимаю, что я даже не могу найти какое-то старое видео. И мои старые видео особо не набирают просмотры. Знаете, почему? Потому что потому что я очень много снимаю новых. То есть моим зрителям не нужно смотреть старые видео. Всегда есть новое. Сережки вот такие вот выбрала. Кожа невероятно сухая у меня в последнее время. Не знаю, что делать. Во-первых, на улице холодно. Во-вторых, у меня от природы очень сухая кожа. Даже летом она сухая. А сейчас зима. Давайте доедем ножку. Вот так вот. Когда обычная курица, я ножку, кстати, не очень люблю. Но когда это KFC... Я обожаю просто ножку. Сейчас я смотрю в окно. На улице просто такой туман. Я не вижу соседей просто. Но с одной стороны, хорошо, что я их не вижу. Это значит, они тоже не видят меня. Да, как-то так. У нас около работы. Есть ресторан. И там дают такой хлоп-сэндвич. Что-то просто умереть не встать. Ваше здоровье. Я когда голодная... Я просто не вижу чая. Он, например, стоит на столе, а я его не вижу. У меня там нету. Вот. Вот. Так. Берем. Инструкция. Берем. Яичко. Надеюсь, что вы поняли. Два. Три. Как-то быстро это все. Но было очень-очень вкусно. Вообще, попробуйте вы тоже сочетание фастфуда и какой-то домашней еды. Получается просто обалденно. Особенно, если это все заправить еще и брокколями. И еще сырный соус. Наш любимый. Наш любимый. В общем, как-то так. Если вы покушали вместе со мной, то обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь. Для меня безумно приятно. Я вас всех очень сильно люблю. С вами Black Emily. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok